Наши чувства Служат окном в мир, в котором мы живем. На основе всего нескольких различных стимулов. У нас есть пять органов чувств. Глаза для зрения. Уши для слуха и равновесия. Нос для обоняния. Язык для ощущения вкуса. И кожа для осязания чувствительности к температуре и боли. У каждого органа имеются свои специализированные рецепторы, сформированные и приспособленные для выполнения определенной работы. К ним относятся микроскопические волоски в ушах, воспринимающие звуковые колебания. Фоторецепторы глаз, реагирующие на световые волны. И обонятельные клетки носа, распознающие химические вещества в воздухе. На самом деле эти рецепторы являются окончаниями нервных клеток, называемых сенсорными нейронами. Они включают в себя несколько крупнейших клеток организма. Сенсорные нейроны отличаются от других нервных клеток, так как собирают информацию вне тела. Разнообразные сигналы, которые они получают от звуковых колебаний до химических веществ и световых волн, показывают, что сенсорные нейроны очень сильно различаются друг от друга. Но работают одинаково. Преобразуя внешний сигнал в электрический импульс, который передается в головной мозг. Электрические импульсы, поступающие от разных органов чувств, поступают в разные участки мозга. Эти участки головного мозга работают непрерывно, чтобы обработать все поступающие сигналы. Лишь здесь, в нашем мозге, рождаются представления об образе, звуке, вкусе и запахе, вырабатывая сенсорный опыт, который формирует картину воспринимаемого нами мира. ЗАСТА НОВ American Санкт-Петербайстр Германия Германия Германия